всем привет с вами алексей леонидович сегодня погожий воскресный денек 7 февраля а я сижу бедолага на работе сейчас попробую рассказать как я докатился до такой жизни да сейчас посмотрю что мне там китайские друзья прислали кому эта часть не интересно да можно переходить дальше куска куски этой фиговины сейчас посмотрим что у нас тут китайские братья нам что это такое это у нас пришли радиаторы радиаторы они нам нужны для наших модемов и по 0 6 хотя они в принципе не греются и протестировал то не у меня на тесте стоят но они пока не греет потому что тут качество приема достаточно хорошие вот такие вот пришли нам радиаторы ну это скажем так радиаторы на на всякий пожарный если они будут греться вот такие вот классненькие штучки это вот будет примерно вот так вот вот соответственно на всякий пожарный чтобы не перегревался так с этим понятно что у нас такое интересное только воскресенье и субботу дают заняться факультативом так факультатив это я называю моё вот это вот хобби по антенкам потому что помимо этого у меня еще два бизнеса это 1с автоматизация различных производственных компаний производственных компаний именно в области электроники это дистрибьютор электронных компонентов то есть но мы занимаемся достаточно таким узким сегментом автоматизации так это у нас пришла камера микроскопа это для для своего производства хочу сделать такой микроскопчик у меня там даже статив стоит от советского фотоувеличителя вот напрямую к монитору прикручу так отлично откладываем помойку так это что у нас такое еще одно направление бизнеса это производство электроники в том числе контрактная то есть есть серийное производство области есть опытное производство непосредственно тут в москве она находится там стоит небольшой установщик и мы соответственно появим там вот куча всяких разных плат на стенке мы появимся такие разные интересные платки сейчас попробую найти на складе все лежит буду доставать в общем паяем поэтому к электронике я имею самое непосредственное отношение микроскопчик такой но это мне слепому иногда нужно чуть посмотреть вот я вот такой купил который монитору подключается но не всегда удобно так что у нас это за микроскопчик такой смотреть честно ладно потом поюзаем потом поюзаем так на чем я остановился так вот что я занялся этими несчастными антеннами и зачем я вообще ими занялся так что у нас тут еще приехала что-то еще у нас приехал долгожданные src 9 приехали которые кончились подъезд 3372 отлично так вот так вот почему я занялся вот этими вот lte антеннами ну все началось с того что я поехал в отпуск на юга краснодарский край и мы поселились в таком однозвездочном отеле где есть там собственный вай-фай но практически его нету там вай-фай местного там скорость просто там какая-то кошмарная ну так как так как на мне висит там две конторы то мне приходилось понятное дело что работать все отдыхали я работал но работал там по вечерам в номере не не ловил интернет приходилось там подниматься на на балкон кутаться в одеяло и там сидеть что-то там ну симка в телефоне две симки разных операторов там то ловит то не ловит вот такой модем взял собой разлоченный мегафон 5573 он вообще там отказался работать сказал я тут то отдых приехал вообще не хочу ничего тут ну то есть он вообще там не ловил и ловили только телефоны более-менее это скорость была кошмарная вот ну как-то надо там в отпуске что-то делать поехал объездил в радиусе 100 километров по югам краснодарского края все такие крупные города и искала решение которое бы там совмещала себе антенну модем вай-фай ну чтобы поставил и там начало это все работать ну как бы я не нашел такого решения вот как бы меня это можно сказать ну не то чтобы разозлило но я как-то наверное решил сделать что-то подобное что можно использовать в каких-то поездкой да там типа в отпуске в командировке чтобы там не на телефоне был интернет да там когда тебя звонят это там интернет падает и ты не можешь там ничего делать вот или два телефона но это все равно такое решение так себе когда сигнал не очень плохой телефон ловит плохо поэтому должна быть антенна до совмещенная с роутером с модемом ну таких решений на самом деле практически нету есть решение от микротика широконаправленная антенна там какая-то стоит маленькая но она тоже не рядом сколько 7 децибел такая милипусенькая внутри стоит решение стоит там в районе 10 тысяч рублей а то и больше ну то есть взять чтобы протестировать как бы непонятно вот поэтому я по приезду из отпуска решил там соорудить что-то свое вот изучил науку об антеннах изучил изучил науку как солидворкс как рисовать эти корпуса всяких детальки ну в итоге порядка под 100 на разных моделей у нас сейчас корпусов там всяких вот таких вот держателей для модемов то есть концепция следующая есть антенна и есть соответственно держатель под под любой тип модема роутера и так далее их их могут быть вот такие вот вот это тройная вот это двойная антенна соответственно белый цвет вот такие вот коробочки под соответственно модемы категории категории 6 сейчас сейчас мы будем соответственно обозревать как они работают вот такие вот под ZTE ну вот примерно вот под этот модем вот такое крепление соответственно то есть креплений много всяких разных они идут индивидуально под всякие модем и да еще какая особенность у нас какая у нас особенность когда я был в отпуске у нас был номер и стена ну как стена окно такое большое стеклянное оно выходило на море вот и как бы там не было ни подоконников ничего и мне приходилось скотчем вот эту штуку там пытаться лепить к стеклу ну он хоть как-то работал там если там к стеклу прилипишь потом потом он у меня отварился постоянно стекло греется скотч там потихонечку там расползается и там все это дело отваливается потом я ну случайно как-то у меня в машине валялся вот такой вот присоска валялась вот такая вот от видеорегистратора и я взял как-то и приколхозил это все дело к этому примотал присоску прилепил к стеклу вот и соответственно по приезду из отпуска я решил сделать какое-то там свое решение этих антенн вот ну и соответственно вот эта идея с присоской она заключается в том что берется антенна прикручивается присоска и соответственно вся эта конструкция она крепится как к окну да как нити придете приходите обратно так в общем что еще я упустил из виду ну давайте сейчас просто посмотрим как это вообще все работает да мне вот эти модемчики пришли из китая две недели назад на нем все лежали все некогда было заняться почему я их заказал ну потому что какую бы антенну большую не сделать в любом случае всегда в том числе русским местом будет модем роутер вот например у меня стоит тут у меня стоит тут вот у меня стоит тут в офисе большая здоровая антенна за там там не знаю тысяч шесть или восемь я брал давно еще лет шесть назад и роутер и модем и 392 тоже там древний тоже что-то мне там тысяч пять обошелся ну в общем решение что-то это все мне обошлось там больше десяти тысяч ну плюс еще роутер которым это все цепляется ну давайте на примере испытуем их соответственно вот этого решения которое там весит я не знаю сколько там килограмм ну наверно килограмм 5 это бандурина весит и вот такого решения тройная антенна на стекло вместе с модемом е.п. е.п. 06 е вот соответственно сейчас посмотрим как это все работает ну давайте сейчас я перед кругом сейчас у нас работает е.п. вернее е 392 сейчас у нас будет работать сейчас я посмотрю там если вообще симка так симка есть так симка у нас есть к интернету он подключился симка мегафон без лимит 400 взял у ребят по соседству так вот у меня подключился к вай фаю вот у меня эталон эталона вай фай подключен к этому роуту давайте посмотрим что у нас по скорости ну прям ты меня сегодня удивляешь может никого нет сегодня на работе 87 мегабит вот это вот хреновина показывает никогда раньше не показывала больше там 30 ну прикольненько да прикольненько хотя вот этот старый модель он вообще прям кошмар кошмар так и сейчас будем переподключать на вот этот модем сейчас его контенте подключу ну 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 Ну, пока корпуса нету, при колхозе вот так. Так, значит, будут там корпуса вот такие вот под эти модемы, сейчас пока нарисовал их новые, ну, вот такая вот штука будет, то есть прикручивается к антенне и, соответственно, будет компактно все. Так, смотрим, что у нас подключился, ли он тоже, симка такая же стоит, микрофоновская. И смотрим, что у нас тут получается. Так, к интернету законнектился. Давайте смотреть, что у нас тут получилось. Видите, да? 246 мегабит на прием. Ну, на передачу будет похуже, да, 32,9. То есть, что мы получаем, да, что мы получаем по результатам? 87, старый модем, вот с большущей, с большущей антенной, дорогущей, там, 8 тысяч рублей стоит. Вот, и... Ну, 87 он никогда не показывал. Вот я сам, на самом деле, удивлен, что вот эта антенна 87 мегабит мне выдает с этим, с этим старым модемом. Вот никогда больше, там, 30 в будние дни вообще она не выдавала. Вот, и, соответственно, 246 выдал вот этот вот ЕП-06. Значит, он идет в категории 6 с частотной агрегацией по нескольким каналам. И вот это решение, да, оно, в принципе, как раз для офиса. Ну, понятное дело, что вот этот модем, он сам по себе пока что дорогой. По сравнению, допустим, с более классическими, там, решениями четвертой категории модемов. Ну, как бы, тут нужно смотреть именно на экономику, да, на экономику. Какая экономика? Очень простая. Вот мы находимся в этом здании, и тут аренда интернета, абонентская плата. 20 мегабит стоит 20 тысяч рублей. Вот эти тарифы, мегафоновские, стоят 400 рублей. Вот это наше решение с модемом шестой категории. Ну, я думаю, будет, там, в пределах, там, 10 тысяч рублей, там, плюс-минус. То есть, самое такое топовое решение, тройная антенна, плюс-модем. То есть, это, это половина арендной месячной платы за интернет корпоративного уровня, да, поэтому, ну, я вот сейчас себе поставлю в офис вот этот модем. И еще на производство поставлю такую же антенну с таким же модемом, потому что у меня, как бы, производство находится на территории, и там сигнал немножечко похуже. Там окна выходят в другую сторону от вышек, тут, вон, вышка, она 300 метров, поэтому прием такой хороший. Вот, там, наверное, будет похуже. Ну, сниму видео, выложу, наверное, покажу. В общем, ребятушки, всем пока. Не работайте выходные, как некоторые. Пишите.